Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и вы в видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых интересных, редких, оригинальных, экзотичных словах русского языка. А сегодня у меня вопрос от Габора. Это глагол «сосредо-та-чи-ва-ца», «сосредо-то-чи-ца». Да, вообще есть два глагола. «Сосредо-та-чивать», «сосредо-точить», повторите, «сосредо-та-чивать», «сосредо-то-чить» и «сосредо-та-чиваться», «сосредо-то-чи-ца». И Габор спрашивает, какая разница между этими глаголами. Ну, во-первых, «сосредо-та-чиваться», «сосредо-точиться» значит сконцентрироваться, сфокусироваться, когда нам нужно очень-очень концентрировано что-то учить, что-то делать. Это «сосредо-та-чиваться», «сосредо-точиться». Какая разница? «Сосредо-та-чивать», «сосредо-точить», «без-ся» – это когда у нас есть объект, прямой объект. Обычно это энергию, сосредо-точить всю энергию, сосредо-точить все усилия на чём-то. Например, «а я сейчас учусь водить машину», «да, я ещё не умею водить», «в моей семье никто никогда не водил», «поэтому, да, я просто не умею». «И сейчас я думаю, я хочу научиться». «Это важно». «Вот, и я сегодня получила результаты экзамена по теории». Да, я сдала, сдала его. И две недели я учила теорию вождения. И мне нужно было сосредоточить всю энергию на теории. Ну, не всю, у меня много других проектов, но сосредоточить много энергии, сосредоточить много усилий. Усилия – это как я делаю что-то. Да, мне нужно было сосредоточить много усилий, много энергии на изучении правил дорожного движения. Вот, то есть сосредоточить, сосредотачивать, сосредоточить – это когда есть объект. И сосредотачиваться, сосредоточиться – длинный глагол. Сосредотачиваться, сосредоточиться – это когда у нас нет объекта, мы себя, себя фокусируем, себя концентрируем. «Ся» — это себя. Например, «Извини, извини, мне сейчас надо сосредоточиться». Например, если вы водите машину, и сейчас я думаю много о машине, и, например, если вы должны... Опасное место, трудное место вы должны везти, и ваш муж, например, вам говорит, «А когда день рождения у Маши Ивановой?» И вы говорите, «Подожди, подожди, мне надо сосредоточиться, мне надо сосредоточиться, то есть мне надо сейчас сконцентрироваться, мне надо себя сфокусировать на дороге». Также это может быть императив, если у вас урок, и учитель может сказать, так, сейчас «сосредоточьтесь», это императив, «сосредоточьтесь», это значит, сконцентрируйтесь, думайте только об этом, «сосредоточьтесь». И также у нас есть слово «сосредоточено», это отвечает на вопрос «как?», «сосредоточено». Например, «Я уверена, что сейчас вы все очень сосредоточено слушаете, смотрите это видео», то есть сфокусировано только на этом «сосредоточено». Вот так, дорогие друзья, полезное слово, полезное слово. Напишите, пожалуйста, ваши примеры. Например, «Мне сейчас нужно сосредоточить все силы на русском языке», или «Мне нужно сейчас сосредоточиться на ремонте в квартире, и потом буду думать о каникулах», например. Пишите ваши примеры. Также, если вам нравится моя работа, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь на мой канал. Также у меня на сайте есть упражнения на перевод, транскрипции, есть мои PDF-книги, и, конечно, мой любимый клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей, которые получают подкасты и видео каждые пять дней. Жду вас на даче, и если нет, то на моем канале. До скорого! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!